Всем привет! Вы смотрели вторую часть моего обзора роторного экскаватора 42055 новинки 2016 года и наконец-то он собран, так что я готов поделиться своим впечатлением о сборке и расскажу про то, как он внутри устроен. Сборка модели начинается с шасси. Вот это основание, оно очень прочное, фактически это монолит из рамок, здесь по периметру рамки, в центре рамки. Не знаю, что нужно, чтобы ее сломать, можно гвозди забивать этой штуковиной. Дальше к ней гусенички приделываются с двух сторон. Здесь идет трансмиссия для гусениц. На протяжении всей сборки нужно помнить, что все валы должны вращаться свободно, иначе потом это скажется на играбельности. Пока все вращается очень хорошо. Не знаю, как будет дальше, но на старте сборки утомляет необходимость собирать много раз одинаковые куски. Фактически и вот эти сделаны одинаково, и тут много внутри одинаковых структур. И сделать это умножение на два реально надоело уже. Далее собирается нижняя часть башни поворачивающейся. В ее основе лежит большой поворотный стол фиксированный, но здесь будет поворот осуществляться через внешнюю зубчатую рейку, вот здесь шестеренка. А это чисто для создания как бы оси, да, стабильной поворота, чтобы не делать по периметру шестеренки, которые позиционировались бы относительно большой внешнего стола. Вот у нас будет поворот осуществляться. Первая ось пойдет. Вторая ось будет передавать вращение на гусеницы, а это, наверное, для разгрузочного конвейера. Здесь есть пока загадочный для меня ролик с червяком. Не знаю, что он будет делать, пока вообще ни малейшего понятия. Ну и теперь все это устанавливается на шасси. Вот таким образом. Вот поворот. Зубчатая рейка контактирует с шестеренкой и дальше переходит на средний вал вращения с поворотом 360 градусов. Дальше вот сюда смотрим. Вот гусеницы вал вращается. Очень быстро вращается, потому что большое понижение. Вообще здесь очень много шестеренок и, конечно, здесь будет куча трения. Может быть, поэтому, согласно уже вышедшим обзорам, все работает со скрипом. Ну, посмотрим. Пока все довольно свободно у меня вращается, поэтому, может, еще ничего будет нормально. Это желтое зубчатое кольцо используется для поддержки. На нее конструкция опирается через вот эти ролики. Таким образом, все будет более стабильно, потому что опирается, по сути, не на центральный поворотный стол, а на большую площадь. Ну, к моей большой радости, одинаковую конструкцию надо было собирать только в начале, а дальше все гораздо интереснее пошло. Далее собирается механизм поворота разгрузочного конвейера. Здесь у нас две шестеренки. Одна неподвижная, она вообще не крутится. И эта шестеренка вращается пропорционально углу повороту башни. Здесь идет привод с поворотного стола, который в центре, 60 зубьев, на вот эту 12-зубую шестеренку. Сверху ставится вот такая конструкция. На этом поворотном столе будет смонтирован разгрузочный конвейер. Соответственно, его можно будет либо приводить в движение с таким же передаточным отношением, 12 к 60, либо его можно заблокировать на неподвижную шестерню через эту двухступенчатую раздаточную коробку. Давайте посмотрим на механизм блокировки действий, пока тут все не закрыто. Сейчас в нейтральном положении коробка раздаточная, и можно свободно вращать ручкой разгрузочный конвейер. Мы можем заблокировать таким вот образом поворотный стол. Он будет вращаться только вместе с основной настройкой. При этом ручкой тоже вращать нельзя, но вы видите, что довольно большой люфт. Ну это из-за чего? Потому что муфта сцепления в принципе люфтит значительно, почти на 90 градусов. Используя такую систему, не получится сделать нормальную блокировку качественную. Посмотрим, конечно. Ну я так понимаю, что это люфт значительный. Видно, что если будет конверт где-то тут, он будет мимо самосвала, наверное, просыпаться. Ну и режим основной. Вот, вы видите тоже, что поворачиваю настройку. Стол остается в одном и том же положении, но тут присутствует тот же самый люфт, который, скорее всего, игру-то подпортит. Но надо сказать, что механизм-то интересный. Обильно, конечно, что из-за этого косячка с муфтой сцепления он работает не идеально. Дальше собирается разгрузочный конвейер. Вот я его только что подключил. Вы видите, как к нему проходит привод через шестеренки. Здесь очень много. Три, там, четыре, пять, в центре шесть. Очень много шестеренок. В наборе их больше 120 штук, так что это только начало. Не могу обойти стороной опечатки инструкции. Все три набора новых в 2016 году, которые сейчас вышли во второй половине, все они содержат ошибки в инструкции. Да, они не критичные, но меня как-то они напрягают. Потому что компания просит за эти наборы большие деньги. Ну что, нельзя сделать нормальную инструкцию, что ли? Пойти что-то к ним на работу нормоконтролёром или дизайнером инструкции. Ну это какой-то бред. Почему они не проверяют это? Почему какие-то ошибки, опечатки лезут? Ну, ребят, это несерьёзно. За такие деньги сколько стоит вот эта штука? Ладно, накипело. Дальше начинается сборка основной стрелы. Это её начало или конец. То, где будет колесо с ковшами. Здесь есть шесть точек опоры для зубчатых колёс, из которых состоит солнышко. Очень симпатичная штука, мне очень нравится. И дальше она одевается. Одевается. В общем, она одевается на стрелу. Дальше будет зафиксировано, чтобы не свалилось. Вот так вот она вращается. Здесь будет ещё две шестерёнки. Сейчас их четыре. Будет шесть. Со с той стороны уже все на месте. И вот приводится оно будет от конвейера в движение. То есть здесь будет лента конвейера, будет вращать этот ролик. А от него уже будет вращаться колесо с ковшами. После того, как ротор с ковшами установлен, заканчивается сборка основной вот этой огромной стрелы. К ней добавляется раздаточная коробка и конвейер. Ну и, в принципе, модель готова. Особо нечего там рассказывать, на самом деле. Хотя это не значит, что сборка неинтересная. Стрела довольно прочная. Здесь много всяких раскосов, горизонтальных, вертикальных. Интересно сделано. Её действительно интересно собирать. Потому что, ну, познавательный момент тут тоже присутствует. Большую конструкцию собрать прочную не так-то просто, как кажется. Не просто там рамок навтыкал. Здесь должно быть всё продумано. Раздачная коробка, на самом деле, не очень сложная. Она просто мотор подключает к различным валам. Поэтому крупным планом там нечего особо показывать. Это будет понятно на готовой модели, как всё это работает. Ну и перед тем, как закончить, хочу ещё несколько слов сказать про вот эти новые зубчатые рейки гнутые. На самом деле, это, конечно, не поворотный стол. Это просто, как сказать, удобное кольцо, которое удобно поворачивать шестерёнкой. Оно не имеет центра чёткого. И чтобы два таких кольца совместить, они хорошо вращались относительно друг друга, это ещё надо попариться тут так нормально. Поэтому, не знаю, приживётся ли этот механизм. Опять же, непонятно, будет ли он достаточно прочный. Здесь они используются для второстепенных целей, и без них, в принципе, можно легко обойтись. Но, однозначно, этот набор стоит того, чтобы его собрать. В нём очень много интересных механизмов. Я думаю, вам будет интересно. Мне было интересно. Но, а про то, как всё это работает, я расскажу в следующей части, которая выйдет очень скоро. До встречи!